Тепло, свет, радость, знания, да, настоящее божественное знание, как все работает, и чем больше мы будем приносить этого добра и света в этот мир, тем больше у нас будет для этого ресурсов, то есть здесь есть две причины, да, во-первых, хочется жить в хорошем мире, это раз, во-вторых, каждый человек является проводником божественного света, то есть мы с вами, знаете, если человека рассмотреть в как бы в разрезе, чем человек занимается, да, с одной стороны он съедает 2 килограмма еды в день, то есть за год, ну в среднем возьмем 2 килограмма еды в день, плюс там килограмм литр воды, 3 килограмма человек сквозь себя пропускает, пропускает разных продуктов, да, теперь если мы возьмем эти продукты, 3 килограмма в день продуктов и умножим на год, тонна, тонна в год, 80 тонн еды в среднем человек за год сквозь себя пропускает, за жизнь, сквозь себя пропускает, представляете, ты кто, я переработник еды, да, перерабатывая еду в удобрения, вообще, да, это с одной стороны, с другой стороны, чем человек еще в жизни занимается, кроме как съедать тонны еды, тонны еды в год, еще человек занимается тем, что он создает какой-то интеллектуальный интеллектуальный и эмоциональный, самое главное, продукт для других людей, то есть, вот, если вы посмотрите, сколько вы приносите людям вокруг себя добра и попробуете это замерить, да, в единицах каких-то, то вы увидите, что это напрямую коррелируется с тем, сколько вы добра получаете от людей, то есть, есть такой закон, что, ну, все в этом мире уравновешивается, да, как такое, идет равновесие, если вы выдаете людям много добра, позитива, то у вас будет 100 друзей, 100 друзей принесут вам 100 рублей, 100 рублей вы купите себе тонну еды, еще останется, да, или наоборот, человек, который производит зло, вот, например, возьмем преступника, я сейчас пока все собираются, рассуждаю, это мои личные рассуждения, это не Тора, это просто личные мои рассуждения вслух, значит, если человек приносит зло, давайте посмотрим, он берет такой преступник, возьмем, для примера, Пабло Эскобар, Пабло Эскобар, я когда-то смотрел про него документальный фильм, он, с одной стороны, лично убил тысячу человек, то есть, ему надо было доказывать, что он крутой преступник, и надо было постоянно убивать вот этих вот, те, кто пытались у него, значит, забрать его, его миллиарды долларов, которые он зарабатывал на кокаине, теперь он этот кокаин отправлял в Америку, в, там, отправлял он в Америку и в другие страны мира, да, тут он тысячу человек убил, тут он кокаин отправлял в Америку, люди, которые употребляли кокаин, они до определенного уровня радовались, получается, они думали, хороший кокаин сегодня купил я, недорого, да, спасибо Пабло Эскобару, потом другие люди, которые этот кокаин употребляли, они жутко страдали, мучились, потеряли семьи, садились в тюрьму и тоже их убивали, теперь, опять мы видим, что сложно понять, теперь дальше, он, Пабло Эскобар, он построил город для бедных, Колумбия очень бедная страна, и он построил целый город для бедных, подарил им квартиры, сказал, все, вы живете тут, полный коммунизм у вас, да, и это, ну там, возьмем, тысяча семей, например, да, они каждое утро вставали и говорили, вау, мы жили в землянке, там, в Лачуде, в Шалаше, а сейчас у нас квартира, и мы еще за это не платим, благословим, пусть Всевышний благословит Пабло Эскобара, и пусть он и дальше зарабатывает свои миллиарды, тоже непонятно, да, тут он тысячу убил, их семьи остались, там, несчастными, тут он тысячу поселил в квартиры, и они, значит, счастливые, но в итоге, что с Паблом Эскобаром, убили Пабла в 40 с чем-то лет, он скрывался, как крыса от американского спецназа, и, значит, очень интересная деталь, он пошел все-таки, он хотел сыну позвонить, сыну, жене, там, я не помню, кому-то из близких родственников, и он не выдержал, ему плохо одному, то есть он хотел простой человеческой, там, любви, отношений, потому что он же тоже человек был, да, и в этот момент его вычислили и убили Пабла Эскобара, вот, что мы отсюда видим? Мы видим, что если ты производишь зло, то зло к тебе возвращается, если ты производишь добро, то добро к тебе возвращается, весь вопрос в пропорции и в количестве добра, которое ты производишь, зло лучше вообще не производить, потому что зло по-любому, оно возвращается и тебя догоняет, то есть любое зло, которое человек делает, оно его догоняет потом, да, а добро, которое он делает, он, часть добра, он откладывает себе на будущее, Добро, оно трансформируется в духовный мир, и дальше человек же, он после того, как отмирает его тело, он же уходит в духовный мир, и то добро, которое он вкладывал, оно у него там остается, как криптовалюта, да, вот кто покупал криптовалюту, он знает. Да, даешь деньги, тоже нереальные деньги, виртуальные, электронные, с одной карточки пластиковая, перевели тебе на номер какой-то, и вот ты сидишь и думаешь, есть у меня эти биткоины или нету их, или вообще, что значит они у меня есть, смотришь в телефоне, вроде есть циферка, а так сидишь, думаешь, вроде нету, понятно, да? То же самое сила от духовных заповедей, то есть ты делаешь заповеди, выполняешь, даешь дзнаку, учишь Тору, оно в тебе где-то там есть, и ты чувствуешь, что оно есть, то есть тот, кто конкретно начинает соблюдать заповеди, он и учит Тору, он чувствует вот в моменты, когда учит Тору, такое, как измененное состояние сознания, то есть его прям вау, эта душа чувствует вот эту пищу для души. Но это очень тонкий такой, тонкий процесс, который для людей таких с грубой душой, он для них тоже, тоже очень ощутим, да, то есть любой человек, который делает добро или что-то, он прям чувствует в этот момент очень большое удовольствие такое, да, наслаждение. Хорошо, вернемся к недельной главе, недельная глава Итро, это, Итро это был тесть Мошерабей, но главный священник Медьяна, папа римский того времени, который взял творческий отпуск на год, и, значит, он искал, искал, как же все-таки присоединиться ко Всевышнему. И тут он узнает, что Бог вывел еврейский народ из Египта, отправил, море раступило, все чудеса, и он пошел со своей дочкой к Мошерабейну, пришел, видит, Мошерабейну ему все рассказал, как было, и Итро остался с еврейским народом, принял иудаизм. В предыдущем отрывке вчера мы как раз изучили, что Итро же был очень умный человек, и он говорит Мошерабейну, ты, говорит, по менеджменту ты неправильно управляешь, тебе нужно назначить, взять доблестных людей, я определил три качества доблестного человека. Первое качество доблестного человека, это Ират, страх перед Богом, да, то есть он постоянно помнит, кто в мире хозяин, кто установил в нем правила, и он относится к этому с большим уважением, да, то есть он понимает, что с Богом лучше не шутить. Это первое качество доблестного человека, потому что если у него нет этой связи с Богом, то он никакой не доблестный. Он может ходить с охраной, у него может быть миллиард долларов, он может быть там этим самым Месси и Роналдо, но он не доблестный человек, если он в Бога не верит, и с Богом у него нет связи, он просто такая как бы проворная обезьяна, которая, которая там чуть-чуть на каком-то этапе обогнала кого-то, и значит, вот у меня там больше денег, и что? Сейчас больше, а потом будет меньше, и не факт, что этот человек, он вообще счастливый в этот момент, да? Многие думают, например, там, возьмем этого, Илон Маск, да, что прям Илон Маск счастливый, у него вообще не все дома, у него психические нарушения, и он все время, все время на взводе, он не может быть на одном месте, он не может жить с одной женой, у него 10 детей от разных жен, которые, одна дочка у него отказалась от него и поменяла пол специально, чтобы говорить, я знаю, не хочу вот этого Илона Маска, который меня в этот мир привел, представляете? Вот Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, вот прям супер успешная жизнь такая, да, прям вообще, а сына назвал, как компьютер, вы даете, дайте случайный пароль, компьютер, вы говорите, и он тебе дает случайный пароль, да, вот так он сына своего назвал последнего. Вот, то есть доблестный человек, это первое, рад шамаем, страх перед Богом. Второе, иш-э-мет, человек истины, это человек, у которого истина, да, вот, истина, правда, она на первом месте, он очень-очень старается не подогнать интеллект под свои желания, а наоборот, он хочет понять в чистом виде, рационально, где истина, да, это второе качество доблестного человека. И третье качество доблестного человека, санэй-бетса, он ненавидит наживу, это очень странно, да, в современном мире, где общество потребления и нажива поставлено на первое место, и меряют людей, чем ты богаче, тем ты умнее и так далее, но мы видим, что Тора, она ставит это качество, а наоборот, оно мешает человеку, значит, мешает человеку быть доблестным, вот так вот, прям тут так написано. Значит, Итро говорит, поставь судьями, поставь главными над народом людей, обладающих этими тремя качествами, все, это мы вчера остановились. Значит, Вот здесь устная Тора нам дает очень тонкое такое, знаете, тонкое-тонкое различие между прислушался к голосу и услышал голос, если прислушался к голосу, это услышал мнение и взял его для обдумывания, обратил на него внимание. Послушался голоса, это сделал то, что тебе сказали. Услышал голос, это ты принял, как бы, этот кусок информации и его обдумал. Это то, что Стивен Кови называл проактивное мышление, когда ты между принятием информации и твоей реакцией есть перерыв, вот этот перерыв, на то, что ты обдумываешь на твою свободу выбора, то есть у тебя нет прямой реакции на входящую информацию. Принял, сопоставил со своей системой ценностей координат и не отреагировал, а проактивно сделал свое действие. Вот здесь это в одном отрывке весь этот Стивен Кови. И услышал Моше, прислушался Моше к голосу своего тестя и сделал то, как он сказал. То есть, понятно. Ваевхар Моше Аншей Хайль и выбрал Моше людей доблестных из всего Израиля и поставил их главами над народом. Министров над тысячами, министров над сотнями, министров над пятьюдестью и министрами над десятками. Такое было деление, чтобы над каждыми десятью был один, над каждыми пятьюдесятками был один, над каждой сотней был один и над каждой тысячей был один. Получается, как бы 600 человек, если было 600 тысяч мужчин, то было 600 человек, которые, тысячников, которые отвечали за каждые за тысячи. То есть 600 человек, ну это как большой парламент. Например, парламент Украины сейчас, или в Америке, по-моему, 450 человек. Да? Плюс-минус. Вешавту, Этаам, Беколь Эд. И они судили народ во всякое время. И тяжелые вещи они приносили к Маше. А все остальные судили сами. То есть, они, если был момент, когда они не могли разобраться, да, было... Не обязательно это было крупное дело. Это могло быть и маленькое дело. Но оно было непонятно. А так как это были люди истинные, для которых неважно, богатые, бедные, средние. То есть, им главное, чтобы все было честно. Они не были как, знаете, как обычный человек. Он видит там, о, миллиардер все. Вау, вообще побежали, побежали, побежали. Вдруг он меня заметит. Здравствуйте. А они были совершенно им все равно. То есть, они были... Истина для них была важна на первом месте. Значит, если они в чем-то не могли понять, они отправляли это к Маше-Рабейну только самые сложные дела. Как помните, была очень такая, есть интересная ситуация в Торе, когда Шлома Мелых, царь Соломон, стал царем. И рассказывается история, очень она про него, одна из самых известных историй, когда было две женщины легкого поведения, проститутки, да, которые не легкого поведения, а представительницы древнейшей профессии, так можно назвать их. И они, значит, работали, то есть, очень тяжелая работа. И, значит, у них родились, у обоих родилось по ребенку. И когда у них у обоих родилось по ребенку, одна ночью во сне своего ребенка придавила, и он умер. И она ночью решила поменять этих детей друг с другом. И утром та просыпается, смотрит мертвый ребенок, смотрит немой. Она говорит, а ну покажи мне ребенка. Она говорит, не покажу, это мой. В общем, они к судям, а как тут докажешь? Одна говорит, мой, вторая не мой, как ты докажешь? И это дело дошло до царя Соломона. Представляете, царь Соломон, мудрейший из людей, глава огромной-огромной империи, который построил первый храм, и в который со всего мира приезжали. Это как сейчас, например, Байден, да, Леавдель. Ну, то есть, очень прям великий царь. И он судит, почему? Самое главное, это истина. Он же был в первую очередь, боялся Бога. И вот эти две женщины пришли перед ним, и он, говорит, выслушал одну, выслушал вторую. И, значит, вот тут мало людей знают детали этой истории. Детали этой истории он сказал, у него же тоже был божественный дух. И он сказал сразу, он говорит, ребенок, этот ребенок живой. Он той женщины в другой, которая говорит, что подменили. Он это сразу увидел. Но он же не может так сказать, что вот это же без доказательства. Судья не может так сказать. Вот я сейчас сказал, так и будет. Нужны доказательства, должно быть честно. То есть, по Торе два свидетеля должно быть. Ну, там есть целые-целые моменты, что должно быть обязательно очень все честно. И он тогда сказал своим ближним, он говорит, вот эта женщина, ребенок принадлежит этой. И сейчас, говорит, я вам это покажу. Это то, что за кадром осталось. Теперь он говорит, выслушал их, говорит, вы знаете, дело сложное. И определить чей ребенок затруднительно. Поэтому я, как мудрый царь, царь Соломон, все знают о великой моей мудрости. В этом случае я тоже предлагаю неординарное решение. Решение неординарное, но оно полностью зато мудрое и честное. Говорит, несите меч, мы сейчас берем этого ребенка, рубим пополам. Половину отдаем одной, половину другой. Все честно. Тишина. Все, все вообще придворные там люди, все не понимают, что это происходит. И тут та женщина, которая пришла и утверждала, что живой ребенок это ее. Что ей подменили, ей подкинули мертвого ребенка. Она говорит царю Соломону, вы знаете, я отказываюсь от своих требований. Я отказываюсь, я не хочу, пускай ребенок ей остается. Я, говорит, снимаю все свои требования. Может, я ошиблась, действительно все. А та, у которой был живой ребенок, она говорит, нет, как царь сказал, так и будет. Рубим пополам, все честно. И тогда все увидели, кто настоящая мать. Кто настоящая мать? Та, кто отказалась от ребенка. А та, которая сказала рубить, она себя этим самым полностью выдала и всем показала, что она мать не настоящая. Все. И так вышла, как бы истина вышла на свет, что чей ребенок отдали ребенка той женщине, которая отказалась от него. И, значит, чтобы он остался жив только ради этого. И, значит, так определилась мудрость Сыря Солмона. И вот, значит, тяжелые вещи приносили тоже к Моше Рабейну, который обладал невероятной и пророчеством, и мудростью. Ваишлах Моше Эдхатной и послал Моше своего тестя, и пошел он в свою землю. Говорит нам устная Тора, пошел Итро, как бы, Легаер, это, ну, чтобы прошли Ди-Юр и вся его семья, все его родственники. И действительно, семья Итро, они прошли Ди-Юр. Они потом были, они потом были в Сан-Идрини, в Верховном суде еврейском. Они были очень, такие были праведные люди, эти потомки Итро. Очень интересно, что жена Моше Рабейну была дочкой Итро. Жена Элязара, сына Аарона, то есть племянника Моше. Отца, который Элязар был, отец Пинхаса. У нас будет целая глава посвящена Пинхасу. Это внук Аарона. Значит, мама Пинхаса тоже была дочкой Итро. То есть у Итро была очень, очень, очень была праведная семья, которая, которая имела те качества, которые потом привели Итро к вере в единого Бога. Значит, потом, я, то что я знаю, от Итро пошла отдельная религия, которая называется Друзы, потомки Итро. И, значит, вот такая вот интересная, интересная жизнь, да. Что все-таки качества человека, они первичны. Его намерения. Или его намерения к истине, к Богу, к добру. Или его намерения, как когда-то, я на этом хочу сегодняшний урок закончить, когда-то пришел один журналист к Эйнштейну. И он к Эйнштейну, его пустили всего на 10 минут, и он мог задать всего один вопрос. И он, значит, долго думал, думал, какой же вопрос задать Эйнштейну. Такая возможность. Эйнштейн считался самым умным человеком того времени. И, значит, в конце концов, этот журналист пришел к Эйнштейну и ему говорит, вы знаете, говорит, я долго думал, какой вопрос вам задать, и так и не придумал какой-то очень вопрос важный. Поэтому я вам задам такой вопрос. А какой вопрос вообще самый важный в мире? Какой вопрос самый важный? Эйнштейн задумался, очень сильно задумался он на этот счет. И он, значит, 10 минут думал на этот счет. Какой вопрос самый важный? И вот он потом его осенило. Его осенило. И он говорит, вы знаете, самый главный вопрос жизни для человека, это вселенная, то есть мироздание, общая, да, он назвал это все вселенная, вот общая, вот есть я, и есть вот этот виртуальный мир, который, ну, необъятный, неохватный, который был, который будет, который 8 миллиардов здесь, и который, ну, как бы я все равно не воспринимаю этот мир. Он где-то есть, но я его воспринимаю маленьким фрагментиком. А Эйнштейн говорит, самый главный вопрос, вот этот мир, вот это мироздание, вот эта вселенная, она дружественная мне, она добрая, или же она враждебная мне, она злая? Это принципиально важный вопрос для человека. Потому что если я внутренне для себя решил, а это решение, мы не знаем, какая она вселенная, она вселенная, она нейтральная, она огромная, она бесконечная. Если перевести вселенную на наш язык, вселенная это Бог. То есть, если я внутренне для себя решил, что Бог, Он дружественный мне, тогда я созидаю, тогда я строю свою вечную жизнь, тогда я верю, что все будет хорошо, тогда я уверен, что даст Бог день, даст Бог пищу, тогда вся моя жизнь, она идет по одному сценарию. Если я внутренне верю, что Бог вселенная, Он дружественный ко мне, Он добро. Теперь, если я внутренне для себя решил, что Бог враждебен мне, да, Бог вселенная, мироздание, будущее, люди, как бы все, что вовне меня, если это враждебное, тогда вся моя жизнь, сказал Эйнштейн, это строит защиты. Я всю жизнь буду строить защиты. Если вселенная дружественная мне, я всю жизнь буду созидать, я буду строить мосты, я буду открывать стены, я буду создавать что-то новое. То есть, это, Он говорит, главный вопрос. И этот вопрос, это на самом деле не вопрос, это выбор. Как ты воспринимаешь Всевышнего? Это твой выбор, ты не знаешь, что там, это твой выбор. Но, к сожалению, люди делают этот выбор неосознанно в ранних периодах своего развития. Когда ребенок маленький, он же не общается с миром, он общается с одним, с двумя, с тремя людьми, с какими-то одноклассниками тупыми, которые могли его там обижать, например. Да, какие-то люди, воспитатели, темная комната. Тут родители оставили, там родители оставили. И ребенок, он восприняв один раз мир как враждебный, он на этом фиксируется. И на этой фиксации он потом может всю жизнь мучиться, всю жизнь защищаться от невидимых мельниц, которые на него нападают. В общем, очень важно, очень важно во всем этом разобраться. Если человек во всем этом разобрался и ему повезло, то он может почувствовать, что Бог реально добрый и начать налаживать с ним контакт. А налаживать с ним контакт – это контакт с собой, со своей душой, со Всевышним. Все это происходит через выполнение заповедей, добро. И надо быть доблестным человеком. Кто такой доблестный человек? Бояться Бога. Второе – быть человеком истины. То есть во всем стараться найти истину, даже если эта истина тебе неприятна. И третье – это быть сыной Бетса, не строить свою жизнь в погоне за излишними богатствами, славой и так далее. Значит, отлично. Все, дорогие друзья, всем хорошего дня. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, наши молитвы, мои молитвы, ваши молитвы. Чтобы Всевышний дал каждому из нас все, что нам нужно для развития духовного роста. И чтобы закончилась война, быстрее, чтобы закончилась война, чтобы все отошли на стартовые позиции, чтобы перестали нападать друг на друга. Чтобы люди строили позитив, строили мир, создавали, а не воевали. Все, всем удачи, успехов и прекрасного дня. Все, заходите уже в Телеграм, пожалуйста. Уже 2800 у нас в канале подписчиков. Есть у нас бот, называется «Жизнь по Тори». Там есть уже 7 моих классных. Мы сняли очень хорошие по заповедям. 7 фильмов по заповедям мы сняли. Сейчас мы снимаем новый цикл уроков по молитве. То есть, именно будет сейчас 8 уроков по молитве. Это вот мой сын Ильишамас сейчас очень подготовил. Прямо целое, целое. Ну, понятных будет 8 по 10 минут. Как молиться, что за молитв, как это все работает по Тори. И, значит, есть там у нас уже 2 бота. Мишлей бот и совет РЭБ. Спасибо Максиму как раз. И, значит, дальше мы будем развивать этот бот, чтобы каждый мог не просто услышать о Тори, а найти свой путь ко Всевышнему и начать изучать. То есть, нужно в день, минимум 30 минут, инвестировать в свою душу. Учить Тору молиться и делать добрые дела. Все, всем удачи, успехов. Пока.